Ари Кришна, приветствуем Вас в виртуальной встрече в Академии Чейтани. Сегодня мы будем продолжать обсуждать 11 главу Пхагавадгиты. Ари Кришна, приветствуем Вас виртуальной встрече в Академии Чейтани. Ари Кришна, приветствуем Вас виртуальной встрече в Академии Чейтани. Ари Кришна, приветствуем Вас виртуальной встрече в Академии Чейтани. Ари Кришна, приветствуем Вас виртуальной встрече в Академии Чейтани. Ари Кришна, приветствуем Вас виртуальной встрече в Академии Чейтани. Ари Кришна, приветствуем Вас виртуальной встрече в Академии Чейтани. Ари Кришна, приветствуем Вас виртуальной встрече в Академии Чейтани. Ари Кришна, приветствуем Вас виртуальной встрече в Академии Чейтани. И в прошлый раз мы подошли к девятому стиху. Ари Кришну. Ари Кришну. Санжая сказал, вот царь, произнося эти слова, Шри Кришна, Мастер Йоги явил свою могущественную форму Арджуни. В этой форме было множество ртов и глаз, удивительные проявления, много удивительных украшений и в бесчисленных руках эта форма держала разные виды оружия. На этой форме были ошеломляющие гирлянды, наряды, удивительные парфюмы, ароматы. Это форма сияла, было просто удивительно, несравнение с чем-то, и лица глядели этой формы во всех направлениях. If the splendor of a thousand suns rose simultaneously into the sky, then that effulgence would be similar to just one of the splendors in the effulgence of this divine form. Если бы великолепие тысяч... Sorry, this great form. ...великолепие тысяч взошедших солнц, одновременно сияющих, если бы сияние вот этого великолепия тысяча солнц смогла сравниться с той формой, она может сравниться только с крошечной частью проявления этой формы, столикой одной. На поле битвы в теле Господа Арджуна увидел разные проявления Вселенной. Вселенной в одном месте, но в разным образом. So, in other words, Арджуна was looking at Krishna's form, and he was seeing different aspects, different parts of the universe, one after another. То есть, глядя на тело Кришны, на вот эту Вселенскую форму, Арджуна видел какие-то чередующие, сменяющие проявления разных частей Вселенной. Verse 14. Then, Vishmaya-Avishta. Арджуна was overcome with vismaya wonder. Vishmaya-Avishta. Арджуна погрузился. Он был чрезмерно удивлен. Прямо это удивление захлёстывало его, волосы стали дымом. И кротко сложив ладони, Арджуна снова и снова возносил молитвы Господу. То есть тут подчёркивается, Арджуна не испытывает страх, он испытывает удивление, адбуд. Раса состоит из пяти ингредиентов. Стаибава, основное настроение любви. Then there is the Vibhav, that is that which is stimulating the foundational sentiment. Vibhava, то что стимулирует вот эту Стаибаву. So that has two parts, the Alamban, the support of the Vibhav, and Udipana, that which inflames the Стаибав. То есть у Vibhava две составляющих, её опора и также Udipana, то что стимулирует. So here, Арджуна himself is the Ashrayalamban. Арджуна сам является Ashrayalamban. And see, Krishna's Viratrupa universal form is the Vishayalamban. Вселенская форма Krishna, Viratrupa, это Vishayalamban. And Arjuna is bowing down and then looking, and bowing down and looking again and again. And in this way, the continual sight of the various aspects of this universal form are the Udipana, the stimulation. Изумленный Арджуна, он периодически, он так сложив руки, молится, опускает немножко взор, поднимает, снова смотрит на Кришну. Опять это его как стимулирует, это изумление его. So then you have Anubhavs, that means the reactions, the responses to the feeling. And the Sattvikhavs, the bodily transformations, and the Sancharihavs, the rising and falling waves of transitory assisting emotions. Затем остальные три составляющих расы, это Anubhavs, внешние реакции на эмоции. Затем проявляется Sattvikhavs, то есть телесные трансформации. И Sancharihavs, вспомогательные проходящие эмоции. So, Арджуна, folding his hands and bowing down again and again, these are the Anubhavs, reactions. То есть то, что Арджуна молится, вот так склоняет голову снова и снова, это его Anubhavы. His hair standing on end, mentioned in this verse, that is the example of Sattvikhav. И то, что волосы стали дыбом, как упоминается в стихе, это Сатвикхабхава. And the Sancharihavs are the agitation of mind. И вот это возбужденное состояние ума, это Sancharihav. And the dritti, Арджуна's fortitude, trying to steady his mind. И вот его попытки взять себя в руки, успокоиться. And also the exhilaration that he's experiencing. Ну и также вот это возбужденное состояние, которое он испытывает. So, these are different examples of the Sancharihavs, waves of the transitory emotions. Это примеры Сancharihavs, которые испытывает Арджуна в этот момент. So, when the Vibhav, Anubhav, Sattvikhav and Diyabhacharihav, they intensify the Stahihav and it becomes rasata, flavorful, then the Bhav-mai-bhakti becomes rasata-mai-bhakti. И когда вот эти четыре ингредиента начинают подпитывать, насыщать стаю Bhavu, Bhava-bhakti преображается в rasa-bhakti. So, Arjuna's relationship with Krishna is a sakya friendship. Арджуна, это друг Krishna, их связывает узы sakya-rasы. So, the Stahihav can have, be nourished by Sancharihavs. И в эту Stahihavu всякие расы его подпитывают Sancharihavы. Or the Stahihav can take a secondary position and nourish, the primary Stahihav can take a lower position and nourish a secondary rasa. Но иногда Stahihavu может занять вторичное положение и начать подпитывать второстепенную расу. So, here there is the vismai-rati, the love for Krishna in the mood of astonishment. And this has become prominent. And so, that gets nourished by the other four ingredients and becomes a gonar rasa, a secondary rasa, not a mukya rasa. И вот эта vismai, вот эта Sancharihava, тут начинает занимать главное положение. И уже её, вот это его изумление по поводу вот этой формы Кришны, и она уже, вот это проявляется гонараса, второстепенная раса, потому что все остальные ингредиенты расы начинают насыщать vismai. So, the five primary races are the Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya, Anamaduriya. Мы знаем, пять главных расы – это Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya и Anamaduriya. And the seven secondary races are Hasiya, Bhuta, Virya, Karuna, Roder, Vivatsa and Vyanaka. That is comedy, astonishment, Hasiya, Bhuta, Virya and Chivalry. Но также существует семь второстепенных рас, такие как Hasiya – это юмор. Hasiya, Adbuk. Comedy, astonishment and Shivalry. Удивление, рыцарская раса. And then Hasiya, Bhuta, Virya, then Karuna, compassion. Сострадание. Rodra, anger. Гнев. Vibhatsa, disgust and Vyanaka, fear. Отвращение, Vibhatsa и Vyanaka, страх. So this is a moment in this verse of Bhagavad Gita. All the different ingredients of the Adbukh Rasa have been described in this verse 14. В этом 14 стихе как раз описаны все ингредиенты Adbukh Rasa. So Arjun's, Stahibhav, that is, his friendship with Krishna is being interrupted. То есть Stahibhava, всякие чувства Кришны дружеские, тут берут переменку, то есть они на паузе. And the Vishmai Rasa has become prominent. И начинает главенствовать Vishmai Rasa. So this happens to all devotees. Это происходит со всеми преданными. Это возможно. Every devotee, even in the spiritual world, though they have one particular Rasa with Krishna, due to certain circumstances, sometimes extreme circumstances, their Rati can become what is called viched, interrupted. То есть у всех преданных свои определенные отношения, своя самбанда, своя Stahibhava с Кришной, но при определенных обстоятельствах, особенно при экстремальных ситуациях, появляется вот такое, ну, как заминка в Stahibhavi, и начинает главенствовать как-то второстепенная Rasa. So this interruption takes place not only in the devotees outside of Bhraja, but also in the eternal Bhraja. То есть возникнет такая заминка в чувствах, может, не только в преданных за пределами в Raja, но также с Vrajavasi. And also, not only that, but even among the Gopis, they have the viched-rati, the interruption of their own Stahibhava by other moods. Viched-rati, вот эта заминка в Bhavi, в Rati, может произойти даже среди Gopi. But Śrīla Rūpa Goswami has said, Which means that only Radha and Krishna's Rati, their love for each other is never under any circumstances interrupted by either another type of favorable, similar or dissimilar mood. Rūpa Goswami говорит, что только в Radha-Madhavi не проявляется вот эта заминка в их Rati по отношению друг к другу. Не важно, там какие-то положительные что-то происходит или что-то отрицательное, никогда не происходит вот эта заминка в их чувствах любви друг к другу. So Śrīla Rūpa Goswami pāda gives an example that when Krishna killed Sankachuda, Śrīla Rūpa Goswami pāda иллюстрирует эту идею следующим примером. После того, как Кришна убил Sankachuda, then the jackals came and they were eating his body. Сбежали из шакала и стали поедать труп Sankachuda. And also, nearby, some rishis were at Gavardana and they were uttering vedic mantras. Неподалёку на Gavardana rishis воспевали vedicies mantras. And also, Balaram was standing nearby, smiling. Balaram стоял неподалёку от Krishna, улыбаясь. Shining like the moon. Сияя, как полная луна. And Radharani was looking at Krishna. Radhika смотрела на Krishna. And the lotus of her bharve did not wither away. It did not close. Но лотос её сердце оставался распущенным. Он не стал закрываться. So here, the jackals, the inauspicious jackals are compared to a dark night. Вот эти неприятные шакалы тут сравниваются с тёмной ночью. And the prayers of the rishis are considered to be very like cold snow because they're completely in Shantaras. А молитвы этих мудрецов, которые находятся в Shantarasе, они подобны холодному снегу. And Balaram is considered to be like a shining moon because he's full of nectar. A Balaram, pre-исполненный нектар, он сияет, как полная луна. And he has Vatsalya ras. Though he's Krishna's brother in Sakya, but because he's older, he has some parental love for him. Но у него сам Кулрати, он не только как брат Кришны, его друг, но также он испытывает Vatsalya rasu по отношению к Кришне. Родительскую любовь. Тут как три метафоры присутствуют. Ночь, снег и луна. So these things are considered to be the enemies of the lotus flower. Все эти трое, ночь, снег и луна, считаются врагами лотоса. The lotus flower cannot tolerate the padma. The lotus cannot tolerate cold snow. It will wither away. Lotus не переносит холодный снег, потому что он тут же погибнет от этого снега. And in the dark night, and when the moon shines, then the lotus closes. От снега лотос завянет. И ночью лотос закрывается, когда светит луна. So in this example of poetry, the lotus is rather than his romantic love for Krishna. В этой поэзии, вот эти метафоры, что лотос – это символ любви Радики Кришни. And the dark night, that is the jackals who are eating the corpse of Shankachuda, they are the cause of the vibats, disgust. Вот эти отвратительные шакалы, поедающие труп шанка-чуды, они – это вибат сараса, это что-то отвратительное. So the disgust is not favorable for the romantic mood. А чувство… Обычно отвратительному нет места в романтических чувствах. А в отношении шанта-расы нет мамы, чувства обладания, там нет этого огня. То есть это тоже неблагоприятно, вот эта нейтральность для романтической любви. То есть прохладность нейтральности неуместна и неприемлема в романтической любви. И также родительские чувства Баларама тоже не особо дружат с романтической любовью. Обычный лотос бы тут же завял и закрылся в присутствии вот таких неблагоприятных факторов, но лотос любви Радики остается раскрытым. So just as Radhika's love is never interrupted to Krishna, and Krishna's love is never interrupted to Radhika. Подобно тому, как никогда не возникают заминки в чувствах любви Радики по отношению к Кришне, обратное тоже так же. То есть в любви Кришне никогда не возникают заминки по отношению к Радике. Either by similar or favorable baths, or dissimilar or unfavorable baths. То есть ни что-то положительное, ни что-то отрицательное не может отвлечь, никак вызвать заминку в любви к Кришне. So it's something astonishing. То есть это что-то потрясающее. Even Mother Ashorda's love can be interrupted. That means her Ratti. Her love is never interrupted, but her Ratti, the Vatsalya Ratti, can be interrupted by Vishmay Ratti or other secondary Rattas. То есть даже в родительской, в материнской любви мамы, в этой Ratti, может возникнуть заминка, потому что может доминировать какая-то второстепенная раса. So even the Gopi's Ratti can be interrupted. Это может произойти даже с Gopi. By the presence of their mother-in-laws, or their husbands. Или муж их появится там. Oh, even Chandravya's love can be interrupted. Это может даже возникнуть в Ratti Чандрава. Even the Ratti of Lalita and Vishaka may be interrupted. But the Ratti of Radhika for Krishna and Krishna for Radhika can never be interrupted at any moment. Даже Ratti Lalita and Vishaka могут оказаться, вот видите, эту заминку, но любовь Радхи Кришны и любовь Кришны к Радхи, Рады Мадавы, их взаимная любовь, неуязвима к этим заминкам в Ratti, не происходит с ними. There is no comparison. То есть это уникальная категория их чувств друг друга. Бали-брин-даван-ви-хай-лала-ки-jay, вар-и-сани-вал-i-ki-jay, jai-jay-sri-ra-dhe-sha. Исих взаим на любовь, не привзай джон. Now, text 15. Арjун. 15, 15. Арjuna-uvатя, пасyами-devams-tha-va-deva-de-he, savams-tha-tha-bhu-tha-vi-shesha-sanghan. Прамана-ми-sham-kam-alasana-stam. Ршим-sa-sar-vam-urugams-cha-divyan. And Arjuna said, in your body I can see all the devatists. Арjuna сказал, в твоем теле я вижу всех деват. I see all the multitude of living beings. Я вижу разнообразие всех живых существ. I can see Lord Vishnu. Я вижу Господа Vishnu. I can see Lord Brahma sitting on his lotus. Я вижу Брахму, восседающего на лотосе. I can see all the rishis and the various nagas, the snakes. Я вижу всех риши, я вижу всех змей, нагов. So that indicates that the nagas are in the lower planets and the Brahma is in the higher planets. So he's seeing the universe from top to bottom. Что это подразумевает? Двани, что наги живут на низких планах существования, внизу вселенная. Brahma наверху. То есть он видит все сферы, все слои по вселенной. Я вижу тебя повсюду, в этой бесконечной форме. You have many arms, many stomachs, many mouths, many eyes. У тебя столько рук, животов, глаз, ртов. О, lord of the universe, you are the origin of all this. О, властелин вселенной, Господь, ты источник всего этого. О, Vishwarup, I do not see any beginning, middle and end of this form of yours. О, вселенская форма, я не вижу ни начала, ни середины, ни конца твоего проявления. So this verse indicates that Arjuna saw the first Purush Mahavishnu. Вот этот стих указывает на то, что Arjuna узрел первого Purushu Mahavishnu. So then Arjuna said, I see you with a crown, club, chakra and a mass of light shining everywhere. Я вижу тебя в короне, с булавой, с чакрой и с этой аурой, сияющей, исходящей от тебя во все стороны. This form is very difficult to behold due to the immeasurable radiance. Эта форма настолько ослепительно сияющая, что ее трудно созерцать. Blazing like the sun and like fire. Она просто горит, как солнце, как огонь. So it is only because Krishna had given the Divya-chakshu, the divine eyes, to be able to see this. Otherwise he would not be able to behold it. Arjuna видит эту форму, может на нее смотреть, потому что Krishna дал ему Divya-chakshu, божественные глаза, девы. Иначе Arjuna бы не смог даже узреть это все. This is all very overpowering the Adbhutrasa. То есть это такая потрясающая Adbhutrasa. For those who are in the mood of Vrajabhava, they don't have so much ruchi taste in this. Но это не очень интересная тема для тех, кто следует настроению Vrajabhava. То есть это не очень вкусная тема. We who are conditioned souls, having so many anathas and attachments, will have to study and try to understand Krishna's teachings in Bhagavad Gita. То есть нам, обусловленным душем, покрытыми бесчисленными анардхами, необходимо изучать Gita, постигать учения Krishna, которые он излагает в Bhagavad Gita. Но мой Гурадава говорил, у меня мало тяги к Bhagavad Gita, у меня нет вкуса к Bhagavad Gita. Потому что те, кто находится на гораздо более высоком уровне, кто осознал свою Бхаву, они сфокусированы на своем Иштадеве. So, Гурадава, Иштадеве, is not Vishnu, or the Vishwaru, the universal form. Ну, Иштадева нашего Гурадава, это не Vish, не Maha Vishnu, это не Вселенская форма. Or even Krishna, with two hands, in Dvarka, o Matura, o Kurukshetra. Это даже не двухрукий Дvarkadjash Krishna, на Kurukshetre, Dvarki. But Krishna in Vrindavan. Гурадава тянет Krishna во Vrindavan. Not as Bhagavan as God, only as Yaśodananda, the son of Yaśodananda. And even that is not desirable. If Shemati Radharani is not there, then we have no need for Krishna's mercy also. Ему даже не нужен Yaśodananda, если рядом с ним, Yaśodananda, нам нет Shemati Radharani. Now, today we have read from verse 9 to verse 17. Сегодня мы сейчас обсудили стих 9 до 17 стихов. And we'll continue with verse 18 onwards next week. Now we want to step back and deliberate on what is the profound message of this pastime. На следующей неделе мы продолжим обсуждать дальше 18 стих и так дальше. Но сейчас мы сделаем паузу и копнем глубже, чтобы размыслить о том, что происходит тут, какие уроки Кришна хочет преподнести Арджуне и нам всем. В 8 стихе Кришна сказал, я дам тебе глаза Деваты. The Divya Chakshu are not the eyes of brain, love. And they're also not material eyes. Но, с другой стороны, они не материальные глаза, но это не духовная любовь. They are transcendental eyes, but with some connection, that means some vision towards the material manifestation, the creation. Это не земные глаза, но все-таки какой-то ракурс у них, восприятие сфокусированный на материальном проявлении Вселенной. Так как по природе Арджуна обладает вот этими глазами любви, которыми он воспринимает Кришну, он бы не смог это все увидеть. Поэтому Кришне надо было выдать ему вот эти специальные как очки Девья Chakshu, которыми он мог увидеть эту вселенскую форму. Мама Яшода тоже видела Вселенскую форму дважды. Но при этом Кришна не говорила, мама, я выдам тебе Девья Chakshu. То тогда каким образом мама Яшода увидела Вселенскую форму? Хотелось бы проанализировать контраст между тем, как мама Яшода увидела Вселенскую форму, как Арджуна увидела Вселенскую форму, и как они восприняли ее. И также сравнить две ситуации, во время которых мама Яшода видела Вселенскую форму. Шримад Бхагава там описывает, как однажды, когда Кришна был еще младенцем, мама Яшода держала его в руках и кормила молоком. Она гладила его по голове, иногда приподнимала, подносила к кустам, целовала его. И вдруг Кришна, маленький владенец Кришна, зевнул. И во рту младенца мама Яшода увидела всю Вселенную. Глаза мамы Яшоды, которые прекрасны, подобны глазам Лани, они забегали от удивления по сторонам. Тело ее задрожало, она просто зажмурилась. Она думала, что происходит, что это за видение? Она испугалась, она подумала, кто-то сглазил ребенка. Мама Яшода призвала их, семейного жреца. И призвала брахманов, попросила их произнести там, ведические мантры на защиту Кришны. Потом они провели Абишеку, омыли Кришну, всю скверну, как будто бы с Него и сняли, поставили защиту. И после этого мама успокоилась. Что произошло в этой лиле? У Кришны бесчисленное количество проявлений его шакти. И вот у разных функций его шакти есть разные проявления, то есть внешние проявления в форме богинь. У Кришны есть Сатья-Санкалпа-шакти, то есть все его желания исполняются. И одна из составляющих этой Сатья-Санкалпы это Айшвария-Шакти. И Айшвария-Шакти является мощью Кришны. И также важная Шакти-Кришна это богиня любви, према-деви. Радхарани herself is the embodiment of the highest прем. Радхарани сама лично является олицетворением высшего проявления премы. Но в этой лиле мамы Ишоды према-деви это вацалья према. Подобно тому, когда женщины иногда начинают конкурировать, ссориться друг с другом, свои женские разборки устраивать. Айшвария-деви решила спровоцировать, то есть прему-деви, проверить ее реакции. Но когда Айшвария-деви пришла, и она увидела, как мощной према-деви была, она была удивлена, и она умерла на ее ногах. То есть Айшвария-деви решила создать стрессовую ситуацию для премы-деви, посмотреть, как она будет выкарабкиваться из нее. И когда она увидела силу према-деви, Айшвария-шакти, не оставалось ничего другого, как просто на коленях склониться в восхищении перед силой премы-деви. И признай свое поражение, и она сказала преме, богиня према, прими меня своей служанкой. Это была первая лила, когда мама Айшода увидела во рту Кришны вселенскую форму. Тут неуместно думать, что Кришна решил, сейчас я покажу маме свою вселенскую форму. Нет, он просто пил молоко и зевнул. Но в это время просто Айшвария-деви было любопытно провести вот это исследование силы премы-деви, и вот она устроила вот эту ситуацию. Но второй раз, позже, когда мама Айшода увидела вселенскую форму, это уже было на берегу Ямуны в Брамандагаде. Это когда мальчики донесли, Кришна уже был постарше, не был младенцем, он был ребенком, он играл с друзьями. И мальчики донесли на него, мама Айшоди, что ваш сын кушает грязь там. So Madhya Айшода quickly ran there and caught Krishna by the hand. Мама Айшода выбежала, нашла его и схватила его за руку. Кришна said, I have not eaten dirt, all my friends are liars. And Madhya Айшода said, let me see inside your mouth. And there she saw the whole universe, and even she saw the earth, and she saw Braja Mandala and herself there also. И мама Айшода во рту Кришны узрела всю вселенную, даже во вселенной увидела там саму планету Земля, и себя в Буме Мандали увидела там. And seeing this, she became overwhelmed with this mayrasa, astonishment. И увидев вот это, мама Айшода прониклась вот таким состоянием висмая, удивления, изумления. She began to pray to the Supreme Lord. That means not to her child Krishna, but to Vishnu. И вот это на нее настолько повлияло, она стала молиться Верховному Господу, не Кришне, а Верховному Господу Нарайни. She said, O Vishnu, Lord Vishnu, I take shelter of you. Она сказала, Господь, Vishnu, я принимаю прибежище у тебя. It is only by the influence of your Maya, your illusory potency, that I think that I am the queen of Braja, and Nanda Maharaja is my husband. Лишь под влиянием твоей лизорной энергии я считаю себя Яшодой царицей Braja, Nanda Maharaja, моим мужем. It is only by your pride, I am thinking that the wealth and cows of Braja belong to me. То есть из-за заблуждения, из-за гордости я присваиваю себе вот это состояние в Раде, вот этих коров, эти какие-то богатства. Мне кажется, что это мое. Only due to illusion, I am thinking that Krishna is my son. Просто под влиянием, из-за влияния иллюзия, я считаю Кришну своим сыном. And I am thinking that I can protect him, nourish him, maintain him. Из-за иллюзии, мне кажется, что я могу защитить его, что я могу заботиться о нем, опекать его. So, in this situation, Arjun, when he saw the universal form, also his friendship was interrupted by the Vishnaira's astonishment, and he apologized, oh, I called you my friend, but really you are not my friend. That was an offense, because friends are equal. With my rasa, что он стал извиняться, как отнекиваться от Кришны, как от друга, прости меня, что я тебя другом называл, то есть, что я считал нас равными, а ты, оказывается, настолько могуществен, как я смеял к тебе относиться, как к другу. And Madhya's shoulders, Vatsaya Rasa is also becoming witched, interrupted by the Vishnaira's astonishment. То есть, появилась заминка в его саке, в его дружеской любви Кришны. И тут в Vatsaya Rati Mama Išodhi появляется заминка. And she also said, oh, I am not your mother. And she did not say it, but she was thinking, sorry, she said, oh my lord, it is by your illusory potency, I am thinking Krishna is my son. И в молитвах, опять-таки, она как будто бы отказывается от Кришны, как от сына, что говорит, ой, это только из-за иллюзии, я считаю его своим сыном. Тогда, как сравнить силу любви Мамы Išodhi с силой любви Арджуны? Потому что Арджуна сказал, извини, я назвал тебя другом, таким образом совершив оскорбление по отношению к тебе, потому что считает тебя равным, а ты Господь. Но Мадия Шодhi, когда она сказала, ой, это из-за иллюзии энергии о Вишну, что я думаю, что Кришна есть мой сын, и я думаю, что я могу защитить его. Но, действительно, он не мой сын, и я не могу защитить его. Но Мама Išodhi по-другому все это видела, воспринимала. То есть она сказала, я из-за влияния ложного эго считаю себя Мамой Кришной, думая, что мне под силу о нем заботиться, опекать его. Но это глупость, это иллюзия, лишь только, я могу это сделать только по милости, если я буду служить брахманам, коровам и молиться Господу, тогда по их милости я смогу заботиться о сыне. А Богу нужны благословения коров, девот, брахманам? В этом и есть как раз отличие, нюанс вот этой силы любви, и прямой Мамой Išodhi, и прямой Арджуны, она ни на секунду не думала, что Кришна Бог. Просто она стала думать, что это из-за моего невежества, из-за иллюзий я считаю себя Мамой, и думаю, что я могу что-то сделать из-за своего эго, но на самом деле я просто могу молиться и служить тем, кто действительно могут его благословить, и тогда у него будет успешная жизнь. То есть у Арджуны проявилась вот эта Айшвария гьяна. Но Мамы Яшода Айшвария гьяны не было. У нее была Мадхурия гьяна. То есть она подумала, что, о, это из-за влияния иллюзии Вишну, я думаю, что я мать, там жена и так далее, но она никогда не думала, что Кришна это Вишну. То есть вот эта лила, на самом деле, ее природа, это Мадхурия. Потому что Мадхурия, то значит Нарават, человекоподобная. So, this momentary realization of Мадхурия Шода is exactly analogous to a very determined materialistic person who, if he goes to a funeral or a cremation, then for a few moments he thinks, oh, the world is temporary, I should give up all possessiveness and become a sadhu. But nothing ever comes of it, it's just a momentary feeling. То есть вот это мимолетное состояние, которое испытала мама Ишода, ну, такого как прозрения там духовного, очень похоже на состояние какого-то материалиста, который сходил на похороны, или какой-то близкий человек умер, и вроде бы, конечно, он протрезвел, понял уже все скоротечно, жизнь все бренное, надо отречься от всего и заняться духовным развитием, но там прошла неделя, он забыл об этом и снова ударился там в свой бизнес. Мадия Ишода's realization was not a realization of Krishna's godhood, but just the analogous to the momentary realizations that ordinary human beings have in this world in relation to their family members and so on. То есть реализация Мамы Ишода, ее отношение, ее сознание по поводу Кришны не было основано на Айшваре, это просто ее, вот эта лила очень нарават подобная, как люди испытывают какие-то мимолетные состояния, какое-то протрезвение духовного, прозрение, но это не длится долго. Вот у нее было такое состояние. Ну, когда она испытывала состояние, там, пару минут сознания Вишну, And she was thinking, actually nothing belongs to me. I should give up all possessiveness. Она думала, по факту мне же ничего не принадлежит, почему я претендую на все, мне кажется, что это все мое. So hearing this, then little Krishna thought, oh, but who will cuddle me, who will pamper me? И, услышав вот эти реализации мамы, Кришна испугался, он подумал, Боже, кто же будет меня тогда баловать, там, меня тискать, обнимать? Сейчас она прозреет, и там уже не будет мной заниматься. Because this is Krishna's nature, Krishna has Lala Nitya. Кришне важно, чтобы его баловали, у него Lala Nitya, ярко выраженный. Ему очень важно, чтобы преданные баловали его. And that gives pleasure to the devotees also. И, конечно, преданный, балуя Господа, в играх, там, сам получает огромное блаженство. So when Madya Shoda had this momentary idea of renunciation, Krishna panicked. И когда у мамы Ишоды возникло, вот это состояние такое мимолетное, готовность отречься от всего-то, Krishna испугался. And at once, by the influence of yoga, Shukadeva Goswami says, putrasneha mayim vibhu. Then Madya Shoda became overwhelmed with putrasneha, intense affection. I have to do the Lala Nitya, pamper my little baby. И как только Krishna испугался, его и Чащавки это уловило его состояние, и тут же Shukadeva Goswami говорит, что putrasneha mayim vibhu. что вдруг мама Ишода почувствовала такой прилив материнской любви сильной. So she became overwhelmed with very intense maternal affection. То есть вдруг такой всплеск материнской любви в сердце произошел у нее. So in this way, Krishna was saved, because at first Madya Shoda was angry, and then the Vishmai Rasa came and interrupted her anger. And then she forgot about the anger completely, and immediately became overwhelmed with this neha affection. То есть Krishna крупно повезло, потому что им была угроза, что его отшлепают хорошенько, но вот эта Vishmai Rasa отвлекла маму Ишоду, а в конце просто этот прилив материнской любви позволил ситуации разрешиться на такой хорошей, веселой ноте. So in this way her praying was increased. То есть любовь ее стала сильнее в результате вот этой лилы. And if you look behind the scenes of this lila, this means that Aishwarya Devi was rendering service to Prema Devi. А если глубже рассмотреть, что произошло в этой ситуации, то тут уже Aishwarya Devi активно служила Prema Devi. So if we compare the two, in the first pastime when Krishna yawned, when he was very small, and Madhya Shoda saw the universal form, this was Aishwarya Devi coming to test Prema Devi, but becoming astonished by her greatness and bowing down, surrendering to her. And then in the second pastime of Madhya Shoda saying, open your mouth, I want to see if you've eaten dirt. This is an example of Aishwarya Devi actually engaging in the service of Prema Devi. And so the prema is nourished. То есть в первой лиле, когда Krishna зевнул, и Мама Ишода увидела вселенскую форму, вселенную во рту, то это была провокация со стороны Aishwarya Devi по отношению к Prema Devi. А в этой лиле Aishwarya Devi уже активно служит Prema. So also, Advaita Acharya has seen the Vishwarup, the same Vishwarup that Arjuna saw here in this chapter of Bhagavad-gita. И что любопытно добавить, что Advaita Acharya видел ту же самую вселенскую форму, которую Krishna показал Arjuna. One day, Advaita Acharya he was dancing in ecstasy in the courtyard of Shri Vastakura. Однажды Advaita Acharya испытывая неопишуемое состояние экстатичное танцевал во дворе Shri Vastakura. And Advaita Acharya began rolling on the ground and crying in great distress of separation and humility. Испытывая горе, чувство разлуки и такое смирение, какую-то кроткость, Advaita Acharya стал кататься по земле, рыдая. So at that time, Chaitanya Mahaprabhu, that is Nimai Pandit, was in his home nearby. But he is called the Dhinabandhu, Arthabandhu, the Lord who cannot tolerate the distress of his devotee. So he set out from Jagannath Mishra and came to find Advaita Acharya in the courtyard of Shri Vastakura. В это время Nimai Pandit, Chaitanya Mahaprabhu, находился у себя дома. И Господа называют Dhinabandhu, Arthabandhu, тот, который не может терпеть страдания своих преданных. И он тут же покинул дом и отправился к Shri Vastakura. So when Auvishvambar Mishra Nimai Pandit arrived there, he took, very lovingly took Advaita Acharya by the hand and he led him into the temple room and shut the doors behind him. And he said, Tsuno Acharya, O Acharya, listen. Послушай меня, Acharya. Поведай мне свое сокровенное желание. What should I do? Что ты хочешь от меня сейчас? Advaita Acharya said, O my Lord, you are the essence of all the Vedas. Advaita Acharya сказал, Господь, ты суть всех вед. I only want you, I don't want anything else. What else is there? Кроме тебя, что я могу хотеть? Ты эссенция всего. So then Nimai Pandit he laughed and he said, I am here in person now. Nimai Pandit рассмеялся, сказал, я тут сейчас лично нахожусь. Tell me, if there's something more that you want, you can tell me. Давай, рассказывай, что ты хочешь. Стесняйся. So then Advaita Acharya said to Mahaprabhu, actually, your words are true. There is something more I'd like to see. Поэтому Chari ухмарнулся, сказал, ты прав, Господь, действительно, у меня есть желание одно, неисполненное. I want to see Yogamaiswaram, your mystic opulences. Хочется увидеть твою мистическую силу. I intensely desire to see that very same form that Arjun saw long ago, which is described in chapter 11 of the Bhagavad Gita. Ну, очень хочется узреть тут твою вселенскую форму, которую ты вил, Арджуне много тысяч назад, как это описано в 11 главе Bhagavad Gita. And as soon as Advaita Chari spoke these words, locked inside the temple room of Sri Vastakura alone, then suddenly he saw a chariot in the midst of millions of soldiers on a battlefield, all fighting intensely in a war. And he saw in a war. He saw He Then he saw Krishna on the chariot and Arjun was looking at him. He saw Krishna in a war. saw in a war. And then he saw inside the form of Krishna all the various planets of the universe, the sun and the moon and all the devitas. And in Krišne he then saw different manifestations of the universe, the sun, the moon, all the planets. He saw all the mountains and rivers and forests. He saw all the and rivers And he saw Arjun with folded hands bowing down again and again and speaking these verses that we are discussing today. And he saw Arjun who stood and stood in a war. He saw the Lord with millions of eyes and heads. He saw the form with millions of eyes and heads. And with mouths full of fire and all the atheists and demons and others were rushing into the mouths and they were being eaten. Устрашающие лица увидел этой формы, в которую пасть которой сбегали все атеисты и материалисты и перемалывались в челюстях этих угрожающих страшных форм. Всех критиканов увидел там в челюстях. Увидел всех сердечных неблагодарных людей, которые тоже все были перемолоты зубами этой жуткой формы. И увидев эту потрясающую форму, Адвайта Ачаря разрыдался, полниц благодаря Чейтани Махапрабху. В это время, когда это происходило, Нитянандапрабху бродил по улицам, воспевая на улицах. Но вдруг он почувствовал, что-то что-то очень интересное происходит, Махапрабху являет какие-то интересные вещи в доме Шривастакура. И Нитянандапрабху бегом бросился бежать к дому Шривастакура. Он никого не расспрашивал, ничего не делал, напрямик забежал в алтарную, открыл дверь, бежал и закрыл за собой. И втроем теперь они оказались. И Нитянандапрабху успел видеть эту вселенскую форму тоже, на которую смотрела Двайта Ачарья и тоже пал ниц на землю перед этой формой, поклонился. Махапрабху сказал, вставай, Нитянандапрабху я тобой дорожу как собственной жизнью. Любой, кто хочет служить тебе, кто привязан к тебе, для меня самый близкий. Нет никого мне дороже, чем ты, Нитай. И если кто will see a difference between you and Адвайта Ачарья, then they will never attain realization of God. They will never realize me, that means himself as the Supreme Lord Chaitanya Mahapuram. Никогда меня не познает такой человек. And in this way, this very beautiful pastime of showing the universal form is also there in Goralilla to Адвайта Ачарья and also Netananda Prabhu. Now, you can see in this suite of verses that we've been discussing in verse 5 Krishna says Patsya see, look. In verse 5 he says Patsya once. In verse 6 he says Patsya twice. In verse 7 again Krishna says Patsya once and in verse 8 he also says Patsya so all together five times Krishna says Patsya 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 In 7 he again he it in 8 he again he he says Patsya So he's telling Arjun this because he wants to attract his attention he wants to attract Arjun's attention to his form as the Antaryami the Paramatma of all the universes he wants to attract Arjun's form to that eyes to that form who is glorified in the Purusha who has thousands of eyes and heads everywhere but this is the opulence of Krishna's swamsa that is a very we can say a small part of his power not very complete expansion of himself every form of God is complete but this compared to his original form this is not manifesting so much of his potency only a little bit of his potency is manifest so he wants to show Arjun all this opulence people are think he's very astonishing it's just a very small portion of my powers to Arjun to that all are so all are to achieve it's only a crotch of my power of so Arjun is saying Pasha see Krishna is saying Pasha and he also calls Arjun Gudakesh Gudakesh means conqueror of sleep победивший сон о Gudakesh Gudaka means sleep or ignorance and Isha means one who can control тот кто покорил сон то есть невежество so by calling Gudakesh you can conquer sleep means don't sleep pay attention то есть покоривший сон то есть опять-таки внимание смотри внимательно присмотрись к этой форме потому что отступят все твои сомнения твои все волнения по поводу победы или поражения во время этой битвы потому что ранее Арджуна находясь в состоянии депрессии он все он говорит я не знаю вообще что лучше мне тут победить или проиграть то есть все было неизвестно неясно для него и Кришна говорит смотри сейчас я внесу ясность в будущее чтобы ты уже не волновался и все знал наперед Кришна то есть хочет донести до Арджуны что Арджуна ты должен понять что все уже предусмотрено мной во вселенной будущее предопределено мной уже загодя Кришне И не ты Арджуна никто другой уже ничего не поменяет в этом сценарии понятно вам это очень важно то есть вы должны понять если вы всегда волнуетесь о будущем вы всегда в состоянии тревожном таком находитесь то никакой баджан вам не светит то есть когда был класс мы обсуждали шесть типов нерадивых учеников там был один Джотишака который как астролог вечно пытается а что вот если это случится в будущем вот он гадает а вот это а как это делать то есть если ум находится вот это чьи-то викабра исходит это возбудраженное беспокойное состояние страх будущего то баджан вообще невозможен в таком состоянии иногда нам кажется что надо что-то помочь миру что-то в мире правильно сделать починить мир но что чинить не ломанное то есть надо понять что все именно так как ему суждено быть силы бактисидан сурадхакур в 1932 в 1932 написал что мир не нужны реформаторы никакие мир не нуждается в реформаторах у мира уже есть очень компетентный лидер который следит за всеми деталями тот кому кажется что с миром что-то не так и надо починить что-то то этому человеку самому починка нужна ему нужно внести реформы в себя с миром все в порядке и он движется катится куда ему надо катиться и траекторию событий развития событий во вселенной изменить невозможно даже на толщину волоска в сторону Армении то есть проведение уже траекторию выложило и никто ничего уже не поменяет поэтому мы должны change our vision of the world и this chapter 11 of Bhagavad Gita is accomplishing that giving us the vision of the universal form everything is within Krishna he is guiding everything through Paramatma and there is nothing to change everything has been arranged already don't be concerned with worldly things то есть нет нужды ничего менять в творении пытаться чинить мир все идеально поменять надо наше восприятие а не пытаться постоянно что само по себе четно что-то изменить и 11 глава Гиты как раз и помогает нам обрести это более совершенное восприятие вселенной что все под контролем все по воле Господа происходит и вот это помогает нам выбраться из паутины май то есть понимать что нет толку вовлекаться в это внешние вот эти передряги всплески эти все трагедии комедии этого мира что лучше погрузиться в бадину you can see right up to the end of the Kali-yuga and before Satya-yuga appears again то есть пойменно перечисляет всех правителей и прошлого то есть и ведических царей потом уже всяких мясоедов млечь и так далее но вплоть до конца Kali-yuga до начала Satya-yuga он перечисляет всех правителей то есть книга уже написана и ваше редакторство уже не потребуется коррекции уже не внести туда однажды мы сидели в аэропорту со Шилой Городевом и Городев рассказал историю он сказал однажды мужчина зашел в аэропорт и этот человек сел туда на сидение на кресло в зале ожидания и заметил что оно как-то шатается и он подумал что-то сломан этот стул так как он был механиком у него с собой был комплект инструментов набор он подумал сейчас сделаю доброе дело починю залез под него отвинтил а в этот момент он поднял взор и увидел что на взлетной полосе взлетает самолет и понял что это был его рейс и Городева сказал нам не будьте как вот этот пассажир вы можете потратить много времени и своего внимания энергии на то чтобы починить мир но поймите что он не поломан и в любом случае вам не под силу его починить но главная опасность что в это время вы пропустите собственный рейс ваш шанс улететь отсюда на Голоку Вриндавану совершать севу Радхи Кришны севу Радхи Кришны Макченон Дакур проповедует вызывает не к другим как им стать лучше поменяться обзывает к собственному уму мой дорогой ум как мне обрести возможность служения лотосным стопам Радхи Кришны Макченон Дакур Макченон Дакур я несусь в этом быстром бурлящем потоке времени несусь в этом безостановочном потоке который принесет меня к океану смерти каждый прожитый день уже никогда не вернется о Радхи Кришна во мне во мне во мне нет никакой добродетели но у вас ее так много и вашей добродетелью возвысьте меня и позвольте мне стать вашим слугой жальтись надо мной дайте мне познать дайте мне сида деху мое духовное я позвольте мне вкушать нектар вечной севы напоите меня вот этим сладким вкусным нектаром премы от пьяниев от премы к вам я начну петь и прославлять вас повсюду и у вас тоже будет польза от меня буду развлекать вас этим позвольте мне ухаживать за вами во время расалилы иногда омахивать вас иногда подносить тамбулу это некомпетентная служанка лалиты саки умоляет вас об этом одолжение то это глубокое размышление об 11 главе гиты вот этой вселенской форме это позволит нам отсечь ум от вот этой всей материи от этой внешней мишуры и почувствовать безразличие к этому а наоборот с энтузиазмом обновленным энтузиазмом обратить свой взор к духовной сфере о my dear mind don't think about the religion and irreligion in this world не думай о религии или не религии этого мира не вовлекайся особо всякие шастрические там споры but rather прадхи радхи кришна прачура паричарям хиятану oh my dear mind render profuse service to радхи кришна просто совершай постоянное служение избыток служения радхи кришны во врате lord brahma has said those persons who give up the endeavor to get knowledge even knowledge of знания даже знания о божественности кришны и буашвари but they bow down again and again to the very beautiful harikata of kriksna pastimes to the speakers of the katar to the hearers of the katar to the organizers of the katar everything related to harikata they bow down to it снова и снова кланяются всему связанному с harikathoe с повествующим harikathoe с самой harikathoe с организаторами harikathoe местом месту к которым проходит harikathoe то есть они всячески почитают harikathoe kriksna in the happiness of serving you i forgotten everything even my past history kriksna от радости возможности служения тебе в процессе служения я позабыла вообще о себе о том кто я о своем прошлом пусть нарайана будет богом kriksna это сын нанды и ешод это возлюбленный радики а радика моя госпожа то есть в один прекрасный день нам придется прийти к такому пониманию к этой ступени осознания поэтому давайте поторопимся зачем так надолго растягивать процесс потому что жизнь мчится быстро столько уже жизни пролетело мимо и она быстро закончится и все что раньше или сейчас кажется вам таким важным позже вы поймете что это как мыльные пузыри какие-то ничтожные вы можете кто-то из вас сказать ну что ж вы сказали что с миром все в порядке чинить не надо ничего кто тот кому кажется что надо что-то починить сам нуждается в внутренних реформах тогда с какой стати вы проповедуете махаправу он затапливает вселенную радха-кришна премой если нам посчастливится мы можем стать инструментами в его миссии инструментом его воли иначе сами мы полностью бессильны гурдэва предостерегал меня не пренебрегай проповедью в пользу собственной баджаны гурдэва учил меня не предпочитая личное баджан активной проповеди ты должен научиться видеть что проповедь это составляющая твоего баджана he said this прача is you should think it's a part of your баджан and when you are speaking the glories of Krishna you will have many realizations гурдэва говорил мне научись видеть проповедь как составляющие твои баджаны и ты увидишь сколько реализаций будут тебе приходить во время проповеди so such words of a pure devotee they always become true а гурдэва сатья санкалпа то есть его слова должны всегда сбываться сила гурдэв ки яй сила прапад ки яй бхагавад гит ки яй бали брандаван ми арилала ки яй бара санювали ки яй jai 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 sri rai rai арилала санювали Продолжение следует...